добрый день я приветствую всех подписчиков и гостей канала 18 соток и сегодня я хочу рассказать вам об ошибках допускаемых при выращивании рассады сверх острых сортов перца добрый день сегодня 9 марта 2018 года я представляю вам рассаду вот она сейчас я вам покажу вот это вот рассада который два месяца семена этой рассады были высеяны 5 января как раз ровно два месяца вот такая рассада должна быть у вас она не должна быть больше вот вот посмотрите как вот должна быть рассада высота этой рассады например каролина риппер посмотрите великие пупырчатые листья ну каролина риппер у меня если посмотреть высотой даже можно сказать меньше 13 сантиметров 13-14 сантиметров это все сверх острые сорта вот это вот у нас получается грубо говоря 20 сантиметров поставить мне 20 конечно меньше немножко и в ящиках замеряем смотрим 20 сантиметров вот такая вот рассада должна быть у вас через два месяца но ни в коем случае не больше какие ошибки при выращивании рассады сверх острых перцев почему рассада перерастает почему цвет листьев у рассады становится блеклый покрывается пятнами начинает осыпаться листья мы сейчас разберем с вами несколько видов перца это перец овощной сладкий перец и острый перец наподобие бараньего рога это однолетние растения овощные с коротким медитационным периодом они растут где-то пределах 200-250 дней потом это растение погибает так как жизненный цикл у него очень короткий второе это декоративные многолетние низкорослые сорта они тоже могут расти до 12-15 лет агротехника выращивания декоративных сортов и овощных немножко отличается это овощные сладкий перец и бараний рог как бы разновидность острого перца наподобие бараньего рога у них агротехника выращивания одинаковая и наконец третий это сверхострые сорта это многолетники высокорослые сорта с длинным вегетационным периодом и вегетационный период некоторых сортов бывает до 300 дней вот к примеру у каролины риппер вегетационный период может достигать до 10 месяцев это с момента посева семян мы посеяли семена и первые урожаем вы можете собрать только через десять месяцев полноценный я имею ввиду не одну штучку там две штучки а именно полноценный урожай эти сорта очень привередливые и агротехника выращивания вот этих сверхострых сортов я имею ввиду от хабанера от 350 тысяч единиц по скале скойля и до двух миллионов и более эти сорта ничего общего по выращиванию рассады не имеют со сладким перцем с овощными сортами из декоративными это считайте что это совсем разные растения и рассаду выращивать надо не так как примеру как овощные сорта ты примера купили семена и первую очередь что как выращивать вы заходите в интернет и начинаете искать информацию о выращивании острого перца соответственно вы смотрите сладкий перец либо там острый это овощные сорта чем отличие овощных сортов от сверхострых в чем первые ошибки овощные сорта любят благо это первое сверхострые сорта не любят сильно влажную почву они произрастают засушливых районах с высокими температурами и с неплодородной почвой мексика тринидад табаго это растение многолетники с мощной корневой системой и все что касается сладкого перца овощных сортов неприемлемо с сверхострым сортам эти сорта надо поливать умеренно разве не я поливаю раз в неделю я подсушиваю их обязательно перец сверхострых сортов надо подсушивать надо с детства приучать его к засухе что нельзя делать со сладким перцем вы просто-напросто сладкий перец рассада перерастет у вас а что касается сверхострых сортов здесь наоборот надо чтоб земля была подсушена почему потому что в районах где они живут мало осадков это растение приспособлено к низким температурам это первое ни в коем случае нельзя часто поливать не должна быть постоянно почва влажная я поливаю когда уже вижу что кончики листиков начинает слегка увядать нехватка влаги я достаю она полностью сухая начинаю поливать заливаю водой как только до половины вот так вот почва стала влажная все я прекращаю поливать потом вся эта почва расходится полностью по то есть влага расходится полностью по всей почве вот если посмотреть видите вот я взял пальцем вот она прилипла или стер все палец сухой почва должна быть влажная но ни в коем случае не мокрая второе перец при выращивании рассады сверхострых сортов ни в коем случае нельзя подкармливать почему потому что это растение высокорослое от нехватки света даже если вы будете подсвечивать лампами и хорошо накормить его она через две недели будет у вас сантиметров 60 а к моменту высадки она будет все 70 80 чем выше рассада соответственно тем она хуже приживается вы должны высаживать рассаду высотой где-то сантиметров наверно 40 не больше вот это вот нормальная рассада все что выше все будет болеть будет сбрасывать листья почему потому что растение очень высокая корневая система маленькая и довольно сложно будет растению адаптироваться самое главное это плодородие почвы высеваете семена плодородную почву от этого зависит ваша рассада вот видите какая рассада смотрите какие зеленые листья эта рассада ни разу не подкармливалась и не будет подкармливаться до самой высадки листья зеленые рассада подсушивается поливается очень очень умеренно оси посмотреть посмотрите сколько там корней видите начинает развиваться корневая система Если вы будете постоянно увлажнять, у вас появятся ленивые корни, это поверхностные корни, и при высадке растение будет болеть и может погибнуть. Надо обязательно подсушивать, что для сладкого перца и для овощных сортов неприемлемо. И подкормка. Овощные сорта надо обязательно саму рассаду два раза подкормить. Сверхострые, боже упаси, ни в коем случае. Это очень прожорливое растение. Высота его может достигать до двух метров и выше. Так как нехватка света, даже если вы подсвечиваете лампами, либо поставите на подоконник, света очень мало, растение сразу стартанет. Простите, оно начнет расти, оно будет тонкое, оно будет высокое. Например, если вы хотите подкормить свою рассаду, вот руки у вас чешутся, и вот надо срочно ее подкормить. Купите биоудобрение, называется Идеал, с формулой 5-10-10. Это азота 5, фосфора и калия по 10. И он идет с добавлением гуминовых кислот. Это жидкое удобрение, оно практически черного цвета. Можете развести его по указанному рецепту и не полить, а именно побрызгать по листу. Вы дадите подкормку растению. Растение покушает, но оно не будет жировать. Если вы внесете в почву, растение сразу стартанет. Посмотрите на ствол. Видите, ствол везде одинаковый. Если вы перекормите, ствол начнет утолщаться. И он получится у вас тонкий, потом дальше идет толстый, и пошел, 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 пошел на конус. Как бы ничего страшного здесь нету, но в том месте, где утолщается сам ствол, сама структура древесины вот этой вот становится рыхлая. И при больших нагрузках, которые будут от плодов на растение, в этом месте оно может просто-напросто переломиться. Перекармливать ни в коем случае нельзя. Лучше не докормить, чем перекормить. Я не кормлю вообще. Только когда высаживаю, начинаю кормить. Только тогда растение начинает процесс роста, процесс набора зеленой массы. Когда можно подкармливать растение? Растение можно подкармливать после пересадки. Как вы только пересадили, через 15 дней вы можете внести небольшое количество подкормки. Это может быть как минеральные удобрения комплексные, так и может быть тот же самый идеал. Можете подкормить идеалом. Хорошо кормить надо только в том случае, когда растение завяжет плоды. Вот тогда да, тогда растение не будет уже расти. Оно будет все питательные вещества отдавать на плоды, на образование плодов. Если, к примеру, рассада у вас переросла, вы перекормили, она начала жировать и уже такая, можно говоря, там чуть ли не под 2 метра в высоту. Что делать? Есть один единственный выход. Мы прищипываем точку роста. Прищипнули точку роста. И у растения начинаются боковые поросли. Это боковые побеги. Начинается один с самого низу. И вот видите, вот видно точечки. Вот с этих точек начнут расти новые пасынки. Мы выбираем самый нижний и самый крупный, самый хороший. И ствол обрезаем. Оставляем только нижний пасынок. С этого пасынка мы будем формировать новое растение. В росте оно отстанет где-то на 2 недели от остальных, от остальной рассады. Вот единственный способ, как можно выйти с такой ситуации. Теперь поговорим немножко о болезни рассады. Почему рассада болеет? Хочу сказать, что на 90% рассада болеет по вашей вине. Почему? Потому что вы посадили или даже высеяли семена, не качественную почву. А почва должна быть плодородной. Это самое-самое основное. Какая почва, такая рассада. Хорошая почва, хорошая рассада. Потому что большинство продают непонятно где они там их накопали. В них полно патогенов, всевозможных грибков, плесени и так далее. И растение начинает соответственно болеть. Второе. Самое-самое основное. Это перелив. Я же сказал вам, что перцы сверхострые сорта. Прошу не путать с овощными и декоративными сортами. Сверхострые сорта. Они не любят частых поливов. Почему? Я же говорил, потому что они растут в засушливых районах. Мексика, Индия и так далее. Растения надо обязательно посушивать. Если вы хотите, чтобы рассада у вас была хорошая, качественная. И третье. Третье. Это тоже немаловажное. Это вот того, чтобы их перекармливать. Саду сверхострых сортов ни в коем случае нельзя кормить. Я же говорил. Единственное, чем вы можете покормить, это вот идеалом обработать по листве. Один раз. Больше не надо. Если у вас зеленая такая листва, никаких подкормок носить нельзя. Иначе у вас будет беда. Потом растение вытянется у вас, и вы не будете знать, что с ним делать. Так. Если на ваших листях появились пятна. Эта болезнь называется водянка. Такие вот стволицы, с обратной стороны там видно. Это все от перелива. Если листья, значит появляются черные пятна. Если листья начинают желтеть. Если листья начинают осыпаться. Это все первый признак от того, что повреждена корневая система. Это корневая гниль. От того, что вы перелили растение, корневая система начала гнить. Соответственно, питательные вещества не поступают в листья. И растение покрывается пятнами, начинает осыпаться. Еще раз говорю. Надо обязательно сверхострые сорта подсушивать, поливать раз в неделю. Очень и очень умеренно. Чем меньше полив, тем лучше рассада. Так. Если образовалась корневая гниль. И вы видите, что растение пропадает. Обязательно возьмите это растение. Выкопайте его. Вымойте лучше. Чтобы корешки как бы немножко остались целыми. Все поврежденные корни надо обязательно удалить. Почву надо обязательно поменять. И даже кулечек, в котором он находится, надо обязательно поменять. Ни в коем случае рассаду нельзя пикировать в большие емкостя. Значит, сразу она мгновенно стартанет у вас в росте. Вот. Сколько здесь? Ну, не знаю. Тут, может, 150 миллилитров. Вот такой вот кулечек. Вот это будет кулечек до высадки в грунт. Он еще будет, грубо говоря, полтора месяца находиться вот в таком кульке. Эта рассада была пикирована две недели назад. И вы растение удаляете поврежденные корешки и пересаживаете в новую почву. Перед этим почву не поливаете, а просто берете с пульверизатора, с распилителя и увлажняете ее, чтобы она была влажная. И засыпаете поврежденные растения. Но перед этим вам надо будет простимулировать корневую систему. Для этого вы можете использовать эпин, циркон, корневин, радифарм. Замачиваете корешки на два часа, после чего сажаете в почву. Можете полить чуть-чуть, вообще там капельку. Сейчас я вам покажу, что бывает с тем, когда перекармливаете рассаду. Вот, к примеру, вы высеваете семена, покупаете семена. Все семена, соответственно, очень дорогие. Мне обходится, к примеру, одна семечка в 1 евро. И вот, когда вы высеваете семена, часть семян зашла, просто супер, крупные, хорошие, красивые. А какой-то один вылез, там вот такой вот, там вообще от земли, там два листочка у него вылезло, и все, он сидит. Он вообще не дверется никуда. Такая рассада уже непригодна. Ее надо просто-напросто вырвать и выбросить. Ну, как как, семена очень дорогие, все-таки жалко. У нас есть один выход. Мы можем его простимулировать. Опять же, теми же самыми стимуляторами, что я вас называл, это цирконы, пин, кореньвины, их там целая куча. Я пользуюсь радифармом. Это стимулятор, у меня посажена, занимается цветами и укореняет черенки с помощью радифарма. Как бы он очень дорогой. Ну, можете купить цирконы или пин. Вот несколько жестков, которые у меня не хотели расти. Вот что получается, когда мы их простимулировали. Вот такая вот рассада. Эти растения были высеяны в одно и то же время вместе с вот этими. Но растения категорически отказывались. И вот теперь смотрите. Вот такая рассада. С вот такой вот корневой системой. Посмотрите, сколько здесь корней. Если посмотреть на эту, вот видите, разница есть. Здесь во много раз меньше, чем здесь. Здесь практически полностью почва заполнена корнями. Хотя корневина, то есть радифарма, была там вообще, ну я не знаю, там доли какие-то. Я чуть-чуть намочил только. Они росли у меня в кассете. Вот в кассете я простимулировал. И через там три недели растение мгновенно стартануло в рост. И вот сейчас вот такое вот. Вот смотрите, что бывает с перекормом. Смотрите, какой здесь толщины ствол. А теперь смотрите вверх. Вот то утолщение, о котором я говорил. Смотрите, видите? Вот так как я немножко внес удобрение этого, симулятора образования, корнеобразования, ствол всего чуть-чуть получил утолщение. Так как он будет расти, ствол будет увеличиваться. Все это сравняется, его не будет видно. Так что, как бы, маленькая доля. Ну, зато растение я не выбросил, я оставил. Что случается в таких случаях? Вот оно переросло у нас, как бы, еще до высадки оно будет, я не знаю, сантиметров, наверное, под 60. Соответственно, листва у него, видите, нижняя часть начинает немножко светлее. За счет того, что все питательные вещества идут в ствол. Вот где жирует. Вот это вот называется жирование. Если бы я полил вот этот бы, он бы был бы еще больше, чем этот. Что получается у нас в этом случае? Вот смотрите. Если посмотреть, появляются пасынки. Видите? Сейчас я вам покажу. Я себе достану. Это первые признаки жирования растения. Вот видите, вот он, первый пасынок. Это все должно обязательно удаляться. Вот видите, здесь тоже, смотрите, какое толщение. Видите, как он начал толщаться. Ну, так как там удобрения было совсем чуть-чуть, он скоро прекратит рост свой. Мы выносим его в прохладное место. На балконе где-то градусов, наверное, 8. И вот они при такой температуре у нас тормозят в росте. Еще, если у вас растение начало жировать, начало очень быстро набирать рост, и вы не знаете, что делать, ни в коем случае не используйте препараты, такие, к примеру, как атлет, который останавливает рост, рост рассады. Почему? Это бомба замедленного действия. Если мы с вами обработаем вот это вот растение, оно в течение двух-трех недель у нас будет в невероятном стрессе, оно не будет расти, листочки у него подникнут, и он будет сидеть. Но, как только закончится действие атлета, это растение стартанет с такой невероятной скоростью, оно будет расти в 4, а то и в 5 раз быстрее, чем до того момента, как мы его поливали. Оно за неделю может вырасти, там, я не знаю, там, под 50 сантиметров. Как бы это уже пройденный этап, это касается сверхострых сортов. Такими вещами лучше не увлекайтесь, иначе потом не будете знать, что делать. Оно будет расти с невероятной скоростью, и просто, я не знаю, лучше прохладное место. Вынесли его, и пускай оно находится в прохладном месте. Так что вот перед вами результат подкормок. Ну, это как бы вынуждено либо выбросить, либо подкормить и, как бы, оживить растения. Хотя высажены они были в одно и то же самое время. Вот цвет листка. Видите сами. И напоследок я хочу сказать, если вы выращиваете рассаду сверхострых сортов у себя дома и держите их на подоконнике, то хочу сказать вам, ничего хорошего это не приведет. Рассада у вас обязательно вытянется. Растение будет очень слабым. Его надо будет обязательно убрать с подоконника. Это я имею в виду вот именно вот в такое время, в зимнее. Почему? Потому что солнечная активность очень слабая. Солнца практически нет. Почему? Потому что постоянно туман, яркого солнышка нету, и растение будет у вас вытягиваться. Будет вытягиваться, и в конце концов, когда уже будет солнечная погода, это растение очень будет слабое. От такого растения вы не дождетесь урожая. Лучше, конечно, убрать его подальше от окна. Купите обычную дневную лампу светодиодную, любая, там и 60 сантиметров длиной. Там есть видеоролики про инкубатор для рассады. Вот в этом ролике есть там лампочки. Это недорогие, они там в пределах 40-50 гривен стоят одна лампа. Этой лампы вам хватит вполне для вот такой вот рассады. Посмотрите, рассада просто супер, как вы видите, листья просто, просто, просто великолепные. Видите, какая красота. И если рассада у вас имеет не такие листья, зеленые, а желтые, это первые признаки корневой гнили. Растения начинайте подсушивать. Будете подсушивать, и ваша рассада будет такая же красивая и здоровая. Так, на этом я заканчиваю. В следующих видеороликах я расскажу агротехнику выращивания декоративных сортов перца, как надо их пикировать, в какие емкости, как формировать кустики. Эти сорта, они тоже любят водичку, их можно поливать точно так же, как и овощные сорта, к примеру. Так что, если я вдруг что-то забыл сказать, пишите в комментарии, я обязательно отвечу вам. И еще хочу попросить вас, честно говоря, я даже не знаю, о чем снимать, потому что я практически ему рассказать рассказал все. Может быть, есть какие-то вопросы, задавайте, задавайте комментарии. Я по этим комментариям буду уже делать видеоролики, если соберется много примеров каких-то там вопросов, я обязательно сниму видеоролик и на все эти вопросы вам отвечу. А пока я прощаюсь с вами. Всем хорошей рассады и больших урожаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok